Примой эфир новостей «Прима» продолжается. Сейчас самое время для рубрики «Комментарии». Я напомню, что сегодня в Красноярск пожаловали эко-ревизоры из Минприроды России проверять в рамках их проверки 12 самых загрязненных городов нашей страны. И вот, как я понимаю, начали они с Красноярска. И сегодня у нас как раз один из представителей, Закандырин Александр Евгеньевич, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природы РФ, руководитель общественной проверки. Александр Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. А что вообще такое за Общественный совет при Минприроды и чем непосредственно он занимается? Ну, в соответствии с действующим законодательством, есть 212-й федеральный закон о основах общественного контроля Российской Федерации, есть Общественная палата Российской Федерации, и созданы Общественные советы при всех федеральных органах государственной власти, В том числе Минприроды России. Эта деятельность строго регламентирована. В том числе есть технологии общественных проверок, которые в данном случае посвящены именно внедрению наилучших доступных технологий. И нас это беспокоит, поскольку запущен большой национальный проект «Экология», который реализуется по всей стране. Есть 11 федеральных проектов, в том числе федеральный проект «Чистый воздух». Это касается как раз этих 12 городов. А на программу НДТ планируется в целом в стране потратить огромную сумму 2,4 триллиона рублей. То есть это не только средства федерального бюджета, регионального бюджета, а средства частной компании. Ну и важно простым людям, нашим гражданам, и суть важна, чьи это деньги. Экологический эффект. Что, собственно, произошло? Стало ли воздух чище? Насколько эти деньги будут эффективно потрачены? Конечно, да. То есть не просто технологии ради технологии, а какие практические результаты. И вот наша задача, посмотрев те технологические решения, которые в рамках справочников НДТ реализуются, понять, какой конкретный экологический эффект это имеет для конкретной территории. В данном случае для города Красноярска. Вот я сейчас сказала про 12 самых загрязненных городов России. Красноярск среди них. Какие еще города? Это Чита, это Липецк, это Череповец, это Нижний Тагил, это Норильск. Это известный перечень городов, к сожалению, действительно неблагополучная экологическая ситуация с точки зрения качества атмосферы на воздухе. И задача в рамках нацпроекта уменьшить объем совокупного загрязнения воздуха на 20%. Это на самом деле должно качественно изменить ситуацию. А за какой период? До 2024 года. До 2024 года. То есть 5 лет у нас есть, чтобы на 20% наш воздух стал чище. И она будет потрачена в общей сложности на все эти программы, как говорится, по экологизации промышленности, модернизации ее. Огромная сумма, подчеркиваю, 2,5 триллиона рублей. Я думаю, сейчас не каждый зритель даже понимает, о какой цифре идет речь, потому что это очень большие деньги. Не просто какие-то эфемерные результаты с точки зрения чиновничьих отчетов. Жизнь должна измениться качественно. То есть каждый человек должен почувствовать другое качество жизни, которое, собственно, будет в конкретной территории. В том числе в Красноярске. Это не только касается КРАЗа, это касается вообще всех промышленных предприятий, собственно, Красноярска. Есть другие компании, как говорится, которые тоже работают, они тоже загрязнители. И должна быть единая система, в том числе объективные оценки, как говорится, и вклады. То есть я, когда готовился к приезду в Красноярск, прочитал большое количество средств массовой информации. И ваших местных, региональных, и федеральных, по разным темам. Которые связаны, как говорится, с экологической ситуацией здесь. И есть там всякие оценки. Одни компании говорят, ну, у нас такой объем загрязнения. И я запросил у коллег из Роспроводнадзора объективные данные. Данные очень простые. Есть, собственно, специальная форма ТП-2 воздух, где есть все объемы показателей. Ну, и то, что написано в СМИ, и то, что есть в этих отчетах, две разные вещи, как говорится совершенно. А в какую сторону? Ну, многие СМИ злоупотребляют своим правом на свободу слова. И пишут, ну, не совсем объективную информацию. Ну, в частности, я встретил в одном федеральном издании информацию, что 50% загрязнений идет от КРАЗа. Это не соответствует действительности просто потому, что в документах природоохранных ведомств написано другое. Для того, чтобы поставить точку в этом споре, нужно ввести систему онлайн-мониторинга, которая бы в режиме онлайн давала полную информацию, какие выбросы были произведены, по каким веществам. Ну, причем есть специфические вещества, например, связанные с алюминиевым промышлением. То есть это так называемый фториды, как говорится. Все, что с этим связано, это, как правило, все-таки больше связано с алюминиевым промышлением. Есть, например, сера. Но она в процедуре сгорания, как говорится. Там, не знаю, котельная работает, сера появляется, а все серы. Есть бензопирен, как говорится. Он в том числе идет от автотранспорта. И должна быть объективная эта вся информация. Но для того, чтобы... Сколько от завода, сколько от автомобилей, сколько от других промышлений и так далее. То есть объем этого загрязнения, чтобы это была абсолютно объективная, понятная картина. То есть обыкновенный житель, обычный, может зайти где-то онлайн, эту информацию проверить. Да, вот он должен... Это должна быть система построена. И это часть национального проекта. Именно для этого проводится модернизация производства. Мы сегодня были на Кразе. У них уже эта система запущена. И она, на самом деле, очень современная. У вас был сейчас сюжет, где, собственно, про это рассказывалось. Это одна из лучших, ну, там, не просто российских практик, как говорится. Это, соответственно, и европейским, и мировым практикам, как говорится, да, точкой ренеонлайн-мониторинга. У нас есть опыт московской системы, как говорится, да, мосэкомониторинга, который тоже можно перенимать. Она есть, кстати, в справочниках по НДТ. Это должна быть система, она должна быть непрерывная. То есть она должна быть постоянная. Ну, так, не так, что включил, а поочищал воздух, потом... 20 минут, каждые 20 минут должен передавать автоматические данные. И они должны идти в онлайне. И никто не должен вмешиваться, никакой производственный контроль, никакие, собственно, представители предприятия, поскольку к ним невысокая степень доверия. Ну, и вообще к власти не очень высокая степень доверия. Тоже надо понимать, как говорится, да. Люди, если бы видели, что это делает машина, и автоматически это выходит. Действительно, такие заряжающие вещества, они выходят так. В том числе. Ну, многие передергают. Я вот говорю, я прочитал одну из средств массовой информации и специально перепроверил эти данные с точки зрения проверяющих органов. Ну, то есть, понимаете, Росприводнадзору, они не связаны ни с КРАЗом, ни с какими вашими котельными, ни с какими... Ну, там, даже Красноярскими властями, как говорится, там, края, как говорится, да. Они работают в федеральной структуре, как бы. Они дают объективную информацию, которая, как говорится, есть. Но у них нет комплексной всей полноты информации, поскольку данные разрозненные. Ну, то есть, есть часть отчетности самих предприятий, есть часть замеров, которые делаются в Среднесибирске, в УГМК, в УГМС, простите, которые, ну, просто дают определенный объем информации. Но он фрагментарный. Важно, чтобы это была целостная информация. Мы видели всю картину, и граждане имели право в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации на объективную экологическую информацию. Но все-таки речь идет о модернизации очень такой масштабной. Конкретно даже если в рамках КРАЗа. Я даже не представляю, о какой сумме идет речь. Ну, то есть, это что-то, что нужно переделывать с нуля, закрывать завод, ну, грубо говоря, так по-обывательски, что-то ставить. Или это как-то в процессе все постепенно будет модернизироваться? Я знаю, что на модернизацию КРАЗ уже потрачено 300 миллионов долларов. Вот примерно цифры, которые есть. Но она в долларах просто для того, чтобы оценить. Потому что в рублях это очень много. Перемножить, можно на 65 умножить, получите сумму в рублях. Она не сейчас проведена, она имела длящийся характер. Она не была связана с нацпроектом, как говорится. Но это вот, ну, надо же смотреть в динамике всю эту ситуацию. Если брать объективные данные за последние 20 лет, как говорится, как раз существует, с 64-го года все-таки, то, конечно, есть положительная динамика. Объем загрязнения во всех, и количестве, и качестве, во всех показателях. Как говорится, да, и по специфическим авторидам, и вообще по объему загрязнений, сильно уменьшил свои, как говорится, выбросы. Это ликвидный факт. И вот к сегодняшним показателям еще минус 20% загрязнений. Да, конечно. То есть мы должны стремиться внедрять новые технологии, которые способны изменить качество жизни людей. Как бы по-другому, свободнее дышать, чтобы, там, не знаю, люди в Красноярске борются за чистое небо. Да, ну, это нормальное человеческое желание, как говорится, жить в приятной окружающей среде, как говорится, да. И, конечно, для, собственно, руководства КРАЗа это дополнительные вызовы, дополнительные задачи такая, организационные, как бы, да, это организовать, это сделать. И, там, Эко Содерберг, как говорится, да, технологии, там, научно-исследовательские инертного анода, как говорится, да. Это уникальные технологии, которые, собственно, ну, на самом деле, как бы, абсолютно передовые в мире, как говорится, да. И надо понимать, когда говорят люди, давайте закроем завод. Я могу привести пример из другой сферы. У нас сейчас идет мусорная реформа в стране. Мы закрываем полигоны. Вот я вам пример могу сказать. По поручению президента закрыт в Подмосковье свалка Кучино. Мы ее закрыли. Это была частная компания, которая владела этим полигоном. Она разорилась, ее больше нет. Она ушла. Никакой ответственности ни за какие вещи не несут. Никого найти мы не можем. И мы сейчас из федерального бюджета даем 4 миллиарда рублей на рекультивацию этой свалки. А так бы она была в частных руках? Ну, наверное, было умнее этих людей заставлять, как говорится, сделать план рекультивации. Начинать рекультивацию. Начинать какие-то мероприятия, как бы с этим связанные. Чтобы они за это несли ответственность. Но они же получали деньги на протяжении десятков лет на эту всю деятельность. А мы это закрыли. И сейчас будем за это платить. Ну, давайте мы закроем КРАЗ. Представляете, сколько будет сумма по реабилитации этой территории. И приведение ее в порядок. Для того, чтобы она была зелененной территорией. Или было построено жилье. Или еще какие-то вещи. Ну, плюс надо понимать, что это выпадающие доходы для области. Ну, в любом случае, живем в промышленном городе. И закрыть все заводы, наверное, это... Ну, можно вообще дойти до того, что закроем всю промышленность, как говорится. Ну, не будет работ, не будет налогового источника дохода. Ну, много чего не будет. Надо понимать, что это мало реально, как говорится. И, ну, сегодня при тех уже внедренных наилучших доступных технологиях. В том количестве действий, которые совершил менеджмент, собственно, там у Русал Красноярска. Очевидно, вопрос, когда говорят. Закрытие завода, ну, это совершенно некомпетентное заявление. Как бы, да. Ну, нет такого в повестке. Никто это всерьез не обсуждает. Это, как бы, ну, популизм такой чистой воды. То есть, из профессиональной точки зрения, конечно, есть определенные успехи КРАЗа. Такая часть реализации НДТ, они объективно зафиксированы. А НДТ, напомню, еще раз, наилучшие доступные технологии для производства. Это такой термин. То есть, надо понимать, что это не просто там набор слов, как говорится, это термин. Он из Европы пришел к нам. Это не наша придумка. Есть европейские справочники по НДТ. У них есть определенная специфика российской реальности, как говорится. Да, например, технология Сандерберга, она в Европе там мало применяется. А в России много применяется. Ну, понимаете, заводы были построены в советское время. Ну, что нам теперь, все сломать, что ли? Ну, это же, ну, там ломать не строить, так не получится, это совершенно точно. А вот мы сейчас говорим только все-таки про КРАЗ, но есть же еще какие-то другие предприятия, которые точно так же загрязняют воздух. Например, молокозавод может быть источником такого загрязнения. А какие еще предприятия? Ну, слушайте, ну, огромное количество предприятий. Ну, и в первую очередь, если мы говорим про это предприятие теплоэнергетики, как говорится, угольнокотельные, как говорится, да, у вас, ну, достаточно такая сложная сейчас ситуация связана с тем, что есть порядка по статистике 13 тысяч домовладений, находящихся в агломерации Красноярска, ну, то есть это Красноярска, пригороды Красноярска, которые топят, собственно, свои домовладения, как говорится, да, бурым углем. Это самый такой, ну, не экологичный вид. Частный сектор. Да, ну, понимаете, что мы можем сделать? Это частные лица. Ну, то есть даже мы их, предположим, выявили, да, что вот они, собственно, загрязнители. Ну, это вот, не знаю, обычный человек, там, не знаю, там, в том числе пенсионер, да, вот, они не могут это, как бы, изменить, там, да. Ну, то есть можно, конечно, там, сказать, что мы запустим программу реновации, такой, как бы, по-красноярски, как говорится, да, там, из всех людей переселим, как говорится, в какое-то другое жилье, как говорится, да, это все снесем. Но это достаточно сложная процедура, когда большое количество людей. Это про фантастику немножко, да. Да, ну, есть вопрос, например, газификации, как бы, да, часть может газифицировать. Ну, как минимум, поменять вид угля, там, тип угля, как говорится, на более экологичный, чтобы было меньше выбросов. Там же нет никакой системы, там, очистки и так далее, ну, то, что есть там на кразе. Там есть понятно, что... Так этот уголь никто не проверяет? То есть как, в каком виде он поставляется людям в частные дома, тоже никто не проверяет? Ну, конечно, ну, вы понимаете, это, ну, на 13 тысячи, ну, это невозможно проверить, это просто, ну, объективно невозможно это сделать, как бы, да. Я бы, конечно, шел бы в первую очередь по большим крупным предприятиям, по, собственно, котельным, которые отапливают город. Там бы за этим следил, бы коллег, как говорится, просил бы сделать унифицированную систему в онлайн-мониторинге, чтобы мы понимали реальную ситуацию. Ну, а в людям, которые, собственно, есть, ну, это в таком, уже в ручном режиме, поэтапно, постепенно надо делать. Ну, а люди, которые даже с помощью этого мониторинга увидят, что они тоже являются теми самыми загрязнителями, те, кто делают это черное небо, может быть, ответственность тогда будет повышаться и будут другой уголь выбирать, например? Ну, например, да. Я бы, на самом деле, помогал бы, субсидировал бы эту всю вещь, как бы, для того, чтобы люди могли покупать более экологичные виды этого, собственно, топлива, да, делал бы их дешево. Ну, почему покупают бурый уголь? Потому что он дешевле просто, как бы, да, это же чисто экономическая история. Люди, наверное, были бы рады, если бы все газифицировали, как говорится, всем этим не заниматься, да, но, к сожалению, там, жизнь, она такая, более сложная. Ну, учитывая еще реалии сибирские, у нас зима не три месяца и даже не четыре, поэтому приходится топить и приходится экономить. Конечно, конечно, конечно. Ну, что ж, как мы поняли из сегодняшней беседы, к 2024 году наш с вами воздух должен стать на 20% чище. Сегодня мы об этом говорили вместе с Закандырином Александром Евгеньевичем, заместителем, председателем общественного совета при Министерстве природы РФ и руководителем общественной проверки. Александр Евгеньевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Успехов вам в вашем экологическом ревизорстве. Мы подведем итоги через буквально пару недель. Их публично будет большой документ, где будет все это расписано. Любопытно будет их посмотреть. Это будет аргументировано, чтобы все это могли люди увидеть. Ну, успехов вам. Спасибо вам. До свидания. Хорошо. Хорошо.